Гродно наведали у дельники Международного экономичного форума объединения глухих краин СНД. Его плясокой стала Беларусь. Обменяться опытом и компетенциями по вытворче-экономичной деятельности и працу уладкования инвалидов приехали делегаты из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. Вольга Борисевич расскажет. Представники объединения глухих краин СНД сбирались разом не одной. Однако первой темой для встречи стала вытворча-экономичная деятельность из-за обеспечения прационной занятости людей, которые имеют инвалидность по слуху. У Беларуси ухытым на прамку на запашенный значный опыт. Держава не закинула такие предприемства, а на дворот поклопотилась про их развитие. У нас 9 предприятий, можно даже сказать, ну, производственных, да? Но есть еще филиал в Борисове, значит, 10 в итоге. На наших всех предприятиях работает порядка 3000 человек. 57% всех работающих на наших предприятиях – это глухие люди. Программа Международного экономичного форума была довольно насыщенной. И она продуглеживала не только обмеркование пытаний у наконстворения прационных мест для людей с порушением слыху и поддержки такой деятельности сбоку державы, а и наведывание вытворчих площадь. Яны яркий приклад, як у Беларуси клопотятся про инвалидов. И вот этот наш форум, он организован совместно с Министерством труда и социальной защиты. Поэтому первый день форума, он был круглый стол с участием представителей. А потом мы поехали на наши предприятия. Вот позавчера мы были в Барановичах, где есть обувное производство. Вчера мы были в Орше, где есть трикотажное, швея, трикотаж. И сегодня мы приехали на наше передовое производство. Конечно, Гродно – это наш лидер, это чемпион вообще по всем позициям. На Гродинском предприемстве «Цветлит» люди с порушением слыху працуют не одной десятигодде. Сегодня тут таких, коля трехсот человек. Яны задейничаны на разных этапах вытворчасти, а выпускают предприемство 440 видов продукции. Уся она запотребована и на внутреннем, и на замежным рынках. Начинались газозапорные арматуры. Это вентиль баллонный на пятиистровый баллон, это регуляторы давления, балтика, лягушка. Затем мы начали делать водозапорную арматуру. Следующим этапом нашим было освоение производства пожарно-технической продукции. Что нам как бы, ну вот так, решились, бросились в бой. И сегодня делаем 160 тысяч изделий пожарно-технических в месяц. В марте месяце это будет 200, в мае это будет 240, в ноябре это будет 300 тысяч изделий в месяц. Мы сегодня делаем 6 миллионов белорусских рублей в месяц. Это очень большой объем для нашего количества людей. Рентабельность выпускаемой продукции, ну, колеблется в пределах 20%. Это очень высокая рентабельность. То есть средняя зарплата сегодня больше 2000 рублей, что очень, по-моему, неплохо. На Гродинском цветлите у дельники Международного экономичного форума ознайомились с вытворчими процессами, убачили, как у их заденечены люди с инвалидностью и оценили умовы працы. По словах замеченных гостей, такие предприемства выкликают заездрость. И вельми добро, что белорусы их заховали. Теперь есть у кого пераймать в опыт. Конечно же, мы приехали за опытом. За опытом работы, за опытом продаж, за опытом получения заказов. И хочется, конечно, обратить внимание на то, как государство оказывает поддержку, то, как государство заботится о трудоустройстве людей с нарушением слуха именно на предприятиях системы общества глухих Белоруссии. Подумать не могли, что глухие люди могут работать на таких крупных, на сложных производствах. У меня белая зависть, если честно говоря. Потому что люди действительно зарабатывают, несмотря на то, что они глухие, что инвалиды, они сегодня зарабатывают себе достойную зарплату. И, конечно, условия труда нас поразила здесь. Условия труда, конечно, здесь на высшем уровне. Удельники Международного экономичного форума отправятся додому с массой уражения в Однашей Республике и богатым опытом по организации вытворчасти, где могут працевать инвалиды по слуху. Белорусы ж при необходности обьяцали допомогчих гостям наладить такую деятельность. А еще участ форума была огучена. У планах объединения глухих краин СНД створить агульное товариство, якое будет сприять у тем лику и развитию экономичных относин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!